Девушки отдыхают Гуляют, ты просто забежал, что-то там наелся и пошел дальше Это какие-то потасовки дворовые Это игра в пекаря Ну это класс Звучит отлично Знаешь, что я подумала, что у современных детей Ведь детство совершенно другое А особенно оно другое у тех детей Которые видели войну Которые уехали с оккупированных территорий Или продолжают жить там Я бы хотела сегодня об этом поговорить Ведь смотри, термин Дети войны мы используем Сегодня по отношению к современной молодежи По-моему, это страшно Мне казалось, что это все уже давно забыто и прошло Сегодня мы пригласили Интересного гостя Это директор музея военного детства Юлия Скубицкая Иду встречаться А я пока напомню вам, наши телезрители О том, что Утро дома есть в соцсетях Причем во всех Это и Фейсбук, и Инстаграм, и Ютуб, и ТикТок Просто возьмите, подпишитесь И тогда вы будете всегда в курсе Всего самого интересного Ничего не пропустите Ну и, конечно же, в выходные Смотрите нас в повторе Вы увидите все самые лучшие моменты Наших выпусков за целую неделю Доброе утро Доброе утро Пожалуйста Проходите Доброе утро, Юля Здравствуйте Так, пожалуйста Спасибо Юля, расскажите, пожалуйста Для меня это непонятно Что это такое музей военного детства Зачем это Даже звучит страшно Зачем это, да Почему Что там Военное детство Это то, что Мы, особенно в Украине Не можем игнорировать У нас все-таки Семь лет уже идет война И Огромное количество людей Ее переживают Каждый день К нам Вчера приезжали Например, участники проекта Некоторые из них были Из Красногоровки Они выезжали под обстрелами То есть они Семь лет живут под обстрелами Самое малое, что мы можем сделать Это Послушать Узнать Вообще Задать вопрос А как вам А что у вас происходит Как Как ваш день проходит Как вы с этим справляетесь Как вы продолжаете жить Собственно С этой идеей И начался Музей военного детства Потому что Он был основан Человеком Который сам В детстве пережил войну Это Есминга Халилович Наш основатель В Боснии и Герцеговине Наш Центральный офис Находится в Сараево Он открыл свои двери В 2017 году И В 2018 Мы уже получили Премию Парламентской ассамблеи Совета Европы То есть Это Проект Который Дает Голос Тем Кого часто Не спрашивают Мы часто Не спрашиваем Детей Мы думаем Что Может быть Родители Как-то Защищают Может быть Мы на них Не смотрим Как на Действующих лиц В вооруженных конфликтах На самом деле Именно их опыт Потом От их опыта Будет зависеть Как дальше Мы будем жить Именно так Они являются Не просто Жертвами войны Потому что Когда мы думаем Про вот это страшно Это еще И про много Других Важных вещей Это И Про Дружбу Это Про Заботу О родителях Это Про Спасение Животных Из-под обстрелов То есть В музее Есть и об этом Правильно? Это Самое главное Что мы пытаемся Показать Слава Богу А то я думал Там вот как раз Невозможно Избежать Рассказов О потере близких О том Как страшно Как там Ребенок Несколько дней Из дома Не выходил Конечно Но Мы хотим Показать Что Для того Чтобы Вот банально Жить под обстрелами Семь лет Нужно большое мужество И Большая надежда И Когда мы Читаем истории Наших участников Мы Это Мы очень много Этого видим И вот Когда они приехали Мы тоже Очень много Этого увидели Юля Как физически Выглядит музей Что это такое? В Сараево У нас есть Свой музей Своё помещение Физическое Физическое Да Там всё Но В Украине Мы только начали Наш офис Открылся В 20-м году Исследования Мы начали делать В 18-м Наша экспозиция Построена На историях Которые мы Записываем с детьми И на Каких-то вещах Которые они Ассоциируют Со своим Опытом войны Это часто Конечно Игрушки Но У нас есть Такие объекты Как Например Духи Есть Обертка От билетов Последних Билетов Когда человек Уезжал Из Луганска Наверное Рисунки Обычно Рисунки Самые Вообще Ребёнок Иногда и рассказать Не может То, что Переживает А рисует Прям Рисунки Да И иногда Мы просим Детей нарисовать Когда они Не хотят Отдавать вещь Потому что Это же тоже Люди в войне Очень многое теряют И при переселении Они тоже многое теряют Просить у них Любимую игрушку Это Ну Зачем А вот эти рассказы Они в каком виде Это аудио Какие-то монологи Или это как-то Записано Где-то Можно прочитать Мы записываем Аудио Монологи Но потом На основе их Мы собираем Такие небольшие истории И Они То есть Вы можете увидеть объект И под ним Будет такая небольшая история А То есть она уже написана текстом То есть посетитель Выставки Может посмотреть И прочитать текст Увидеть эту вещь И дальше уже Мы очень просим Читать текст Потому что без текста Эта вещь не имеет смысла Ну естественно Вы не узнаете Что она значит Для человека Который ее передал А работают ли у вас Психологи Потому что опять же Такой разговор Да еще и с ребенком Это очень вот Затрагивает Какие-то такие Душевные моменты В боснийском офисе Работают У них прямо Вот заключен договор С службой Психологической поддержки У нас Поскольку мы Только начинаем Мы подошли к этому Немножечко по-другому Наш опросник Он был разработан Вместе с психологом Главные принципы Это то Что мы не задаем Вопросы Которые Могут Вернуть Участника К очень тяжелому Воспоминаниям Если участник Сам начинает Говорить о каких-то Подобных вещах Да Мы не останавливаем Но мы не спрашиваем Вещи там О ранениях А как ваши близкие Там и так далее Это Мы спокойно Обойдемся без этого Мы много спрашиваем О повседневной жизни И Мы очень тщательно Подходим К Отбору Исследователей Которые с нами работают Мы проводим Для них Специальные Мастер-классы Где мы их готовим К тем ситуациям Которые могут возникнуть Поэтому Но Конечно В будущем Мы будем Работать с психологами Наша первая выставка Буквально недавно Прошла в музее Истории города Киева Но дальше Мы планируем Показывать ее В других городах Украины Мы еще обсуждаем Куда именно Мы поедем В ближайшее время Это будут И большие города Такие как Харьков Одесса Львов И Города поменьше Прежде всего на востоке Потому что Там живут наши участники И Мы бы хотели Чтобы они тоже увидели Что То что они сделали Не пропало куда-то А вот Выставка Вот Вот во что это все превратилось А киевскую выставку Посещали участники Вашего проекта Герои вашей выставки Какие у них впечатления Да Они приезжали Те кто захотел Мы всех обзвонили И Мы были очень рады Что они смогли приехать Это Поскольку я директор Я не могу Сама проводить исследования И Для меня было очень ценно Познакомиться С родителями С детьми Поговорить с ними Узнать как они Как они живут И Они были очень рады Мы Это как-то было Мы это делали для них Но получилось Это и для нас тоже По крайней мере Потому что мы увидели Что мы тоже не зря работаем Ух Юля Ух Юля Знаете С вами сложно Говорить В том смысле Что Ну мы Подходит к концу Наш разговор И обычно Мы в конце Желаем нашим героям Успехов Процветания В данном случае Конечно пожелать Хочется побольше посетителей Выставка Вашего музея Но конечно Процветания нет Извините Хочется чтобы Вот вы записали Интервью Чтобы не прибавилось Чтобы вообще Не появилось больше людей Которым есть что рассказать Про войну И свое военное детство Да Было бы отлично Если бы мы В Украине Были не нужны Закрылись просто Да Это Самое лучшее Пусть печальное Но только память У нас в гостях Была директор Музея военного детства Юлия Скубицкая Спасибо вам огромное Что пришли Ищите в афишах Объявления О выставках Музея военного детства В вашем городе И сходите обязательно Это того стоит Я вас проведу До свидания Спасибо Ну что ж Мы продолжаем Утро дома И Впереди у нас Много полезного И интересного Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин